Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 5 февраля, и своеменина в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Серафима, Евдокии, Екатерины, Геннадия. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память священно-мученика Климента, епископа Анкирского. Родился святой в 258 году в городе Анкира от отца-язычника и матери-христианки. Его благочестивая мать Ефросиния предрекла своему сыну мученическую кончину и оставила мир сей, когда Клименту было 12 лет. Ее подруга София взяла Климента в свой дом как сына и помогла его воспитанию в христианском духе. Климент настолько прославился своей добродетельной жизнью, что был избран епископом Анкирским на 20-м году своей жизни. В юных летах стяжал он старческую мудрость и великим воздержанием укротил и победил свою плоть. Питался только хлебом и зеленью, не ел ничего заклонного и имеющего в себе кровь. В правлении Диоклетиана был мучаем так ужасно, как никто и никогда от создания мира, как написано в его житии. Провел 28 лет в истязаниях и темницах. За это время сменились 11 его мучителей. Когда однажды его били по лицу и плевали на него и сокрушали ему зубы, он крикнул мучителю Домициану. Ты оказываешь мне честь, О Домициан, а не мучаешь меня, ибо и Господа моего Иисуса Христа били по устам и заушали полонитам. И вот я недостойно исподобился ныне того же. Когда он был приведен к императору Диоклетиану в Рим, тот положил на одну сторону разные орудия мучений, а на другую подарки, знаки отличия, одежды, деньги. Все, чем может наделить царь, повелел Клименту выбирать. Мученик Христов с презрением посмотрел на все царские блага и выбрал орудия мучений. Был истязаем невыразимо. Его тело, привязанное к колесу, часть за частью отваливалось, так что даже виднелись кости. В конце концов, в 312 году он, совершая богослужение, был усечен воином в церкви. Чудеса святого Климента не поддаются исчислению. Несколько дней назад совместно с сотрудниками епархии, службы милосердия, мы побывали в столице нашей Родины, в Москве, на 21-х рождественских чтениях. Само по себе это событие очень замечательное, знаменательное, выдающееся из ряда других событий, поскольку в Москве собираются тысячи деятельных православных христиан, руководители всевозможных церковных учреждений, направлений, проводятся десятки и десятки встреч, секций по всевозможным направлениям. И, конечно, возможность совместно помолиться со Святейшим Патриархом, потому что всегда в рамках рождественских чтений стоит литургия, главное центральное событие для христианина, потому что мы собираемся не столько для посидеть, но сколько для приобщения вместе ко Христу. Потому что там, где люди собраны во имя Христа, там и Он посреди них. И вот некоторые наблюдения, впечатления, хотелось бы, если вы не возражаете, у вас, получается, нет выхода, потому что нет такого прямого эфира. Хочется поделиться. Первый день для заседания, оно проходило во Дворце съездов, и для одного из сотрудников, полковника в запасе, это было какое-то особое переживание, потому что это закрытое место. Ну, в каком-то смысле, центр нашего государства, место, где трудится президент, откуда всевозможные решения принимаются для всего нашего народа. Вот он говорит о том, что такой особый трепет пережил, когда эти стены Кремля, храмы внутри, ну да, очень часто мы рядом с чем живем, как-то особо не ценим, не переживаем. Вот для людей, приехавших издалека, это оказалось важно. Удивительная речь Святейшего о хранении традиции в современном мире. Опять же, замечательные примеры, что вот каждая традиция, оно как камушек в бусинках, оно тоже по себе имеет ценность, но когда эти камушки нанизаны на нить, то ценность приобретает совершенно иное значение. Тут очень важно сохранять эту нить традиций, традиций и ценностей, которые стали уже тысячелетней историей нашего народа, которые во многом этот народ преобразили, дали возможность родить таких выдающихся людей, как преподобный Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Александр Васильевич Суворов, Федор Ушаков, Федор Михайлович Достоевский, и так дальше. Можно бесконечно перечислять плоды присутствие Духа Святаго в нашем народе. А потом началась жизнь в Москве. Москва, конечно, такой город контрастов. С одной стороны, это средоточие многих святынь, но и тоже так интересно, к Матроне Московской Блаженной не зарастает народная тропа. Сотни и тысячи людей ежедневно приходят поклониться, помолиться. А посещая храм святителя Николая в Клёниках на Моросейке, место служения праведного Алексея Мечёва, место, где присутствуют его мощи, там как-то спокойно. И вот тоже тема для размышления. Почему великий святой, великий старец, праведный, подвижник, и тем не менее нет такого ажиотажа, как в Покровском женском монастыре. Были в удивительном месте, боюсь что-то напутать, новый храм Леоптинское подворье в Ясенево, где натуральную величину воспроизведены иерусалимские святыни. Голгофа, Кувуклия, гроб Господень, пещера Успения Пресвятой Богородицы, камень Миропомазания. Тут же фотографии этих святых мест в Иерусалиме, и здесь же они сделаны в таком виде. И для многих людей это тоже было своего рода переживанием, потрясением, потому что не каждый человек имеет возможность побывать в Иерусалиме и прикоснуться к этим святыням. Здесь хотя бы посмотреть, ну и плюс в каждой святыне то камушек какой-то с места реальных событий. Все равно человек как-то переживает. Были постоянно в московском метро. Такое удивительное место, которое дает такое переживание, что не смог бы жить в Москве, потому что такого количества людей ежедневно выдерживать очень тяжело. Или вот смотреть на сотрудниц метро, которые сидят внизу экскалатора, и так вот целый день смотрят на этот бесконечный поток человеческих лиц, разных одежд, отношений. Это что нужно иметь? В душе какое терпение, какое смирение, чтобы не повредившись это переживать. Служили литургию в районной детской, в российской детской клинической больнице, РДКБ, в храме, устроенном внутри больницы. Это же так удивительно переживание, когда на службе присутствуют родители с детьми, с больными детьми, тяжело больными детьми. И вот церковь несет свое служение в этой больнице. Батюшки очень добрые, внимательные. Потом было чаепитие, за которым отец Иоанн спросил у нас рассказать какие-нибудь истории из жизни, какие-то чудеса, интересные события. И как-то раз и рассказывать вроде как было и не о чем. Потому что какие чудеса, вся жизнь чудо. Потом, когда встреча закончилась, друг с другом обсуждали и сделали вывод, что мы очень плохо знаем историю царской семьи. Потому что уральцам можно бесконечно рассказывать об этом удивительном чуде. Чуде, которое случилось на нашей земле, когда семья последнего императора, который сама по себе является явлением, явлением святости, покорности воли Божьей, подвигом самоотречения и любви друг к другу, потому что так углубляясь в историю жизни этих удивительных людей, начинаешь понимать, что они многое знали. Например, император Николай Александрович, он знал, что до 1918 года ему ничего не угрожает. Когда на учениях рядом разорвался снаряд, он был совершенно спокоен, хладнокровен, потому что еще не время. Как царевна Ольга могла избежать участи, выйдя замуж за румынского принца. И вот много таких эпизодов, которые по-другому совершенно открывают жизнь этой удивительной семьи, их историю, их святость, их любовь друг к другу, теплоту взаимоотношений, их мужество перед мучением и смертью. И нам можно бесконечно рассказывать о истории царской семьи, потому что их подвиг, он ведь до сих пор такой волной благодати распространяется и прикасается к сердцам. Нам есть о чем рассказывать всему миру, в наших святынях, на наших святых. Надо просто вглядеться в образ этих величайших святых Уральской земли. Дальше был удивительный опыт служения панихиды у святейшего патриарха Алексия в святобогоявленском Елоховском соборе. Очень полюбился этот собор для посещений. Каждый раз, когда бываем в Москве, стараемся побывать, помолиться у святейшего, потому что как-то доходят до неба молитвы при посредничестве этого подвижника, духа. Вот такие небольшие впечатления от посещения, кратковременного посещения святого града Москвы. Хочется пожелать всем, и кто живет в Москве, и кто приезжает, чтобы были внимательны к тем источникам благодати, что столько святынь, сколько в Москве, нет ни в ком другом городе. Старались их и посещать, и чтить, потому что душа все время алчит и жаждет истины, праведности. И когда есть такая возможность, когда живем рядом с постоянными источниками божественной благодати, хочется порадоваться за москвичей, порадоваться за себя, потому что иногда бывает такая возможность, слава Богу, что мы ее в очередной раз не упустили. Помогай нам всем Господь! Субтитры создавал DimaTorzok